Особое мнение в студии Марина Максимова. Я приветствую всех наших телезрителей и радиослушателей. А свое особое мнение сегодня высказывает политолог Глеб Павловский. Глеб Олегович, здравствуйте. Здрасте. Картину Иван Грозный и сын Иван повредили за недостоверность изображенных на полотне исторических фактов. Во всяком случае, Ван Далл объяснил свои действия. Да ладно. 100 грамм в буфете. Все-таки бойтесь первая реакция на самое искреннее. Он честно сказал. 100 грамм в буфете в такую прекрасную погоду. 100 грамм в буфете для меня вообще новость, что, кажется, в третьяковке наливают. Я это ни почему не знал. Как-то я проходил мимо этого буфета. А оказывается, там водку разливают. Это вообще, я бы сказал, нестандартное решение для таких мест с сильно действующими произведениями искусства. Тут интересно, что... Во-первых, ну и, конечно, интересно, что Минкульт опять требует репрессий. Он у нас не требует смягчения, он требует ужесточения. Всегда это мы уже как бы знаем. У нас такая культура. Интересно, что к этому присоединяется и дирекция Третьяковской галереи. Ведь вообще, что интересно, у нас каждая социальная группа считает, измеряет как бы свой вес отношений других по тяжести санкций за посягательство на ее интересы. И самое худшее, конечно, самое низкое, самое слабое, что может быть, это всего лишь штраф. Да, штраф, если штраф, если за твои интересы дают штраф, это значит, что ты либо Третьяковская галерея, либо жена, избитая мужем. Это значит, ты вообще как бы вне игры. И тут же начинается вот такое, как бы, кажущееся слегка садистским. При нашем уголовном кодексе и наших санкциях, в общем-то, они по ряду пунктов уже опережают китайские, всегда бывшие жестокими. Ну, вот здесь тогда надо вводить, наверное, градации, чтобы, ну, там, за Репина лет семь. Там, за малых голландцев, может быть, там и десять. Да, страшно подумать, что за Джаконду. Вот, и это, вот это все самоуравнение, вот это признание социальное или признание существования проблемы равно повышение санкции ужесточения наказания. Поэтому мы каждый день слышим правду, каждый день мы слышим, надо ужесточить наказание. Люди забывают, что это ограничено сроком жизни, или они рассчитывают на тюремную медицину, я не знаю. Ну, по-моему, в Америке суда, там, 120, 140. Вот, да, вот это, вот у нас идет, безусловно, очень интересное соревнование с Америкой. Вот посмотрите, в каких пунктах у нас постоянно ссылаются на американский опыт. Мы ведь теоретически враждуем с Америкой, но с большим удовольствием ссылаемся на всякие удивительные законы, которые есть в разных американских штатах. Там, где-то в защиту президента, значит, от оскорблений, где-то в защиту флага и так далее. Вот, и тут, да, американская тюрьма, это, конечно, то, к чему надо стремиться. Это пример. Мы во многих отношениях даже еще не дотягиваем. Вот не американский суд, а именно американская тюрьма. А, может быть, здесь-то, может быть, действительно нужно ужесточить? Ну, что же, если вот так можно запросто... Значит, во-первых, вспомните прошлое этой картины, да. Если я не ошибаюсь, в 1896 году ее уже резали. Почему резали куда более жестоко. Вот. И человека не повесили за это, да. И не просило, кстати, Третьяков не просил 5 миллионов рублей компенсации. Все это значительно дешевле тогда обошлось. Из-за этих цены растут. Цены непрерывно растут. Да. И дело в том, что человек, который кидается на произведение искусства, в очень определенных состояниях, он пьян, тогда на него никакие сроки не действуют. Он сумасшедший, как бы его в первый раз с этой картиной. Тем более, сумасшедший срок не боится, да его и потом и в тюрьму не посадишь. И третий вариант, он принципиальный маньяк, который хочет прославиться. Ему чем больше санкций, тем лучше. Он не, как бы, не боится ее. То есть, здесь предлагать в этом вопросе ужесточение санкций, ну, это примерно все равно, что требовать для шахидов-смертников повышение срока тюремного заключения. Хорошо. А почему тогда эта картина? Во-первых, однажды резали. Во-вторых, тут уже СМИ нашли эту историю. 2013 года группа историков и православных активистов требовала убрать полотно из третиповки, так как оно якобы содержит клевету на русский народ, на русское государство, на русских благочестивых царей и царизм. Что такого именно в этой картине? При всей определенности оценки этой группы товарищей, все же они не пошли, как честные люди, значит, тут же обязаны были бы пойти и порезать картину. Нет, они же не порезали ее. Поэтому, ну, что возьмешь с людей сумасшедших? Это, я думаю, будет, кстати, скорее всего, линия защиты. Линия защиты сейчас будет этого гражданина в том состоять, что он это сделал по пьянину и с принципиальных соображений, чтобы как бы смягчить, смягчить эту историю. Ну, таким образом не смягчишь, но я уверен, что эта линия пойдет в ход. Там этого нет, это же очевидно совершенно. Если бы он был идейный, он бы тут же и сказал, а пьяный идейный сказал бы тем более. Но, тем не менее, это просто еще какое-то тоже отношение к картинам самим, потому что тут выяснилось, что, оказывается, она была не застрахована. Это уже вина, мы смотрим же с другой стороны. Правильно, поэтому дирекция, которая в данном случае зевнула, и зевнула очень серьезно, я уже не говорю про более современные средства защиты и тому подобные вещи, она, конечно, тут же переходит в наступление, чтобы не было видно, что ей надо обороняться. Это здесь все понятно как раз. То есть, вина обоюдна? Ну, в какой-то смысле. Вина совершенно разная. Вина того, кто по пьяни, значит, просто испортил произведение искусства. Такое, кстати, случается здесь. Это всегда горестно, но по этому поводу не устраивает пересмотра уголовного кодекса. И вина чисто хозяйственная всегда в таких случаях начинается смотр. И Третьяковка это хорошо знает. Приходит комиссия и начинает смотреть. Все. Трясти пожарную безопасность, систему безопасности. И обязательно находит чего-нибудь. Мне кажется, у нас везде всегда найти. Поэтому надо перевести вопрос в остро-принципиальный. Доколе мы будем терпеть, что эти самые геростраты среди нас отделываются штрафами. Как будто каждый день уничтожают по картине Репина. А Третьяковке, кстати, действительно что-то грозит в этой ситуации? Но все-таки картина известная и определенная данная. Я не знаю документат. Нет. Она не может нести ответственность за действия дурака или маньяка. Нет, ну это понятно. Другое дело, она может нести ответственность за несоблюдение своих собственных регламентов. Вот это да. Но я не знаю, что там на самом деле происходило. И вы знаете, что в большинстве галерей вы подходите близко к картине и начинается трезвон. Просто уже в этот момент. Здесь, видимо, ничего подобного не было. Да, видимо, система не работала. Мы сейчас прервемся и вернемся в студию. Радиоэхо Москвы и компания RTVI представляют программу «Особое мнение». Это особое мнение Глеба Павловского. Продолжаем. Ну, как будет развиваться ситуация, мы уже завтра узнаем. Потому что завтра первый суд по этому делу. По картине. Скажите мне, пожалуйста, что творится с нашими бизнесменами? Сегодня у нас три новости. Одна из буквально недавно в новостях была. Бизнесмены из списка Титова заочно арестовали в России. Бывшие предприниматели обвиняют на общую сумму порядка 15 миллионов рублей. Это Азамат Кельдегушев. Он, кстати, вошел в этот список. Бориса Титова. После этого списка меня объявили в международный розыск и вынесли заочный арест. Лучше ситуация не стала. Стало только хуже. Тоже в новостях совсем недавно. Роман Абрамович получил гражданство Израиля. Сначала со ссылками на источник. Ну, вот теперь я смотрю, уже официально эти сообщения идут. Ну, и еще с утра Борис Минц вместе с семьей, с сыновьями, с семьями тоже уехал в Лондон. У нас скоро здесь никого не останется? Ну, тоже можно на это смотреть по-разному. Есть список Титова. Он совершенно роковой. Первый же человек, который приехал по списку Титова, оказался немедленно из аэропорта, оказался в Капазе. Я думаю, что Борис Минц улетел, чтобы случайно не попасть в список Титова. А Дерипаска тоже ищет защиты у израильского правосудия от списка Титова. Потому что Титов теперь роковой человек, он туда внес кого-нибудь и все, поминая, как звали. Вот я не знаю, как там с этими уже 22 олимпийских чемпионы не помогут, как не помогли Магометову. Это вообще с самого начала странная идея составить список людей и его опубликовать, желающих вернуться и считающих, что они обвинены незаконно. Его опубликовать, поднять на уши все следствие и прокуратуру, чтобы они по-новому перетряхнули все бумаги и что-нибудь нашли на товарища. А найти всегда можно. Именно тут же именно эта ситуация. Человека просто забыли и никто его не искал. А теперь его поставили на красный свет. Вот это к вопросу о том, как мы расширяем пространство свободы, которое обещано было недавно. На днях президентом, потому что действительно оно должно иметь границы. Это пространство же внутри. Ты свободен, а шагнул наружу, сам виноват. Вот мы знаем пространство свободы. Нельзя попадать в список Титова. Это даже опаснее, чем ссориться с Следственным комитетом. Ну, потому что если попал в список, то уже точно поссоришься. Ну да, ты уже поссорился и выступаешь как какой-то потенциальный свидетель против. Ты не согласен со Следственным комитетом. Еще жалуешься на него президенту. В наши трудные времена этого простить нельзя. А как наши власти на это отреагируют? Один уехал в Кремль. Хорошо, как Кремль отреагирует? Один уехал, второй уехал, третий. А что завтра будет? Нет, смотрите, чего там реагировать? Во-первых, Борис Минкс, заметьте, уехал, объявил, что он уехал уже из Лондона. Не отсюда. Он не заявил здесь, в Москве. Что я вот возьму и уеду в Лондон. И Абрамович-то не объявил о своих израильских планах. Они уехали и уже там об этом сообщают. Для наших властей это не так важно. Понимаете, у нас кто в власти у нас? У нас в власти статистики. Если посмотреть на все неприятности, которые происходят с людьми, от которых люди вообще не застрахованы нигде, даже в самой правовой стране мира, статистически, это возможно. Это возможно. Всегда можно оказаться в неудачном месте, нарваться на маньяка, либо на маньяка в полицейском участке, что тоже может. Может быть? Может быть. Будем смотреть на это статистически. Могу это случиться? Могу. Значит, пускай и будет. Статистические величины незначимы, такого рода, единичные для властей. Они будут единичными? Или все-таки, ну, наверняка, еще много есть? А каждую можно рассматривать как единичную. Берешь человека и описываешь его подлинные мотивы. Сперва страсть обогащаться. Что тут хорошего? Обогащаться, обогащаться. Что-то такого особенного, чтобы за него заступаться. А потом страсть скрыть свои капиталы подальше. Привезти их в безопасное место. Причем за пределами родины. То есть, все это личный случай. Отдельная история. Или отдельное следственное дело. Как угодно. А что касается безопасного места. А Лондон, как, например, Минс туда уехал, он теперь безопасный? Ведь, например, с Абрамовичем не все так просто. В его отношениях с Лондоном визу-то так и не дали. Ну, с Лондоном вообще сейчас не так просто установить хорошее отношение, я думаю, кому угодно. Там очень нервное правительство, очень нервный премьер. И вообще там нервная ситуация с отравлениями и так далее. Это не место для отдыха и бестревожного, спокойного доживания жизни. Поэтому Лондон не является какой-то большой проблемой для Абрамовича. Я думаю, нет, он так стремится в Лондон. Нет, просто ему неудобно просить визу повторно, собрать данные для израильского паспорта быстрее. Да, ну, то есть, теперь он, соответственно, может туда без визы ехать, правильно? Да, он может ездить туда без визы. Хотя, конечно, наверное, с оглядкой на всякий случай. Да, потому что есть список Титова, а есть список Трампа. Да, и ТРМ тоже, наверное, имеет какой-нибудь список. Теперь же такое время, все составляют списки. И ты не знаешь, куда попадешь, в каком окажешься. Хорошо, если мы затронули уже все финансовые и экономические проблемы, давайте, может быть, подведем такие какие-то основные итоги экономическому форуму в Петербурге. Закрылся все, вот что нас ждет, какие основные моменты? Я не помню ни одного случая с Петербургским форумом, когда бы по прошедшему форуму можно было предсказать следующий хотя бы даже один экономический год. Ну, просто не было такого случая. Форум – форумом, а экономика – экономикой. Там экономику не делают, там они и говорят. Кроме того, там были такие чудесные, зрелищные выступления, как этого индийского гуру. Я уже фамилию его забыл. Он был чудесен. Но суть того, что он говорил, сводилась к тому, что как бы «don't worry, be happy». И, в принципе, мы это умеем. У нас, особенно летом, нам это легче дается. У нас такая тирания солнечных зайчиков. Летом зажмурился, все хорошо. Правда, если ты в неправильном месте, то тебя останавливает полиция и находит у тебя пакетик наркотиков. На Кавказе это сплошь до рядом бывает. Да и на Кавказе тоже. Так что я думаю, что форум... Там было много интересного. Но люди, которые туда идут выступать, они идут говорить не о том, чем заняты. Вот что интересно. А о том, что... О чем бы им хотелось поговорить, но обычно некогда, потому что они работают. Поэтому там совершенно другая картина. Ну, Макрон не выглядит, прямо скажу, тяжеловесом в том смысле, в котором мы привыкли. Он не похож на нашего, так сказать, губернатора типа Тулеева, который десятилетиями насидел свое место. Вот он легковесен, он француз. Ну, задал пару колких вопросов, и то как бы Путину конфиденциально. Но этого мы не боимся. Не ощущение, что Путин смотрит на него с таким выжидательным недоумением. Парень, когда же ты повзрослеешь? Ну, посмотрим еще. Время есть. Встретимся с тобой лет через 5-6, может быть, 10. Тогда, может быть, ты уже будешь другим. Макрон просто немножко уравновесил отсутствие крупных деятелей политических на форуме. Ну, не сильно, прямо скажу. Это ведь человек, у которого пока ничего особо не получилось. Сюда рано требовать, может быть, после избрания, имея в виду себя на родине Франции. Но, тем не менее, он бы не побоялся приехать? Нет. Ну, знаете, ну, он же не Абрамович. Чего ему бояться? Его нет в списке Титова. Нет, его нет в списке Титова. Пока что. Да. Возможно, потому что он не просится на родину. Но он может попасть, например, в список Трампа? Нет, почему же. Нет, там другая совсем история. Трамп, как типичный политический дилетант, хотя очень хитрый коммерческий маклер, он любит создавать какие-то опережающие ситуации давления. То есть, объявить что-то, как он торжественно наблюдал, с каким упоением он объявлял иранские санкции, на это надо было посмотреть. А потом оказывается, что он не договорился ни с кем по этому поводу предварительно, кроме самого себя. И теперь не очень просто добиться чего-то от Европы. Европа, конечно, не допустит давления на отдельную страну. Как, например, Германия или Франция. Да, да. Нет, поэтому это невозможно. Это просто будет крах, собственно говоря, его европейской политики. Поэтому не очень понятно, что он будет делать. Но он будет жестоко уходить со всех иранских рынков, оставляя их европейцам. В сущности, вот что произойдет. Но назад он не сдавится. Нет, он не может. Нет, это исключено. Значит, вот такое будет продолжение истории. Сейчас мы прервемся и затем вернемся в студию. Эхо Москвы. Дополнительного разрешения не требует. Не требует. День в день. Час в час. Минута в минуту. Эхо Москвы. Представляют программу «Особое мнение». В студии Марина Максимова свое особое мнение высказывает Глеб Павловский. Смотрите, что у нас обозначилась главная проблема в стране. Главный враг, глава Следственного комитета Александр Бастрыкин предлагает заблокировать Инстаграм. Ой, то есть, точнее, Телеграм, как потом выяснилось. Говорит, что с помощью него организовывают теракты. И второй момент, пока мы с вами заседаем, ребенок остается один на один с своими проблемами. Как правило, это благополучные семьи, дети одиноки в школе, в семье. И что у них остается? Интернет. А там суицид. Ну что, все запретить? Все запретят? Ну, это такие игры взрослых людей. Тренд очевиден, но к этому надо относиться серьезно в том смысле, чтобы постоянно сопротивляться. Но нельзя к этому относиться настолько серьезно, чтобы ждать запрещения всего. Но, видите ли, экономика не цифрового типа, в общем, не имеет больших перспектив. А значит, не имеет больших перспектив и наша оборонная промышленность в этом случае, наши вооруженные силы, наша безопасность. Поэтому здесь естественный ограничитель любых таких дурацких инициатив. Но Телеграмм это очень в печенках сидит. Не потому, что он чем-то опасен, а потому, что ничего не удается сделать. И здесь опять-таки я не помню аналогичного. Чем-то похожим была борьба с узкими брюками в 60-е годы. Она велась на уровне Центрального комитета партии во всех республиках СССР. Очень внимательно. Особенно конец 50-х, начало 60-х. Потом наступили послабления. Была ровно столь же осмысленна. Интересно, что настоящая, серьезная, уважающая себя диктатура, она таких вещей не боится. Скажем, при Сталине не были запрещены любительские радиоприемники. Хотя теоретически мало ли чего они могут эти любители напередавать. Они прекрасно понимали, что это бесполезно. И какие-то тиры, оружие надо поставить под контроль. Вот эта борьба, в общем, на самом деле с такими сроконровыми узкими брюками, по сути своей. Ее культурно, мотивационно. А в СССР говорятся разные вещи. Да, ну, конечно, есть такой взыскательный террорист, который, такой террорист-сомелье, террорист-дегустатор, который принципиально передает свои данные через Телеграм, а через Ватсап категорически отказывается. Потому что этот бренд ему не нравится. Это все чистая чепуха. В общем-то говоря, через Инстаграм, действительно, это оговорка, но через Инстаграм можно передать, зашифровать в форме картинки значительно больше информации, чем текстовом сообщении. Ну, ведь можно и передать бумажную фотографию. Понимаете? Что именно запретить? Понятно, что это не имеет даже полицейского смысла. Тогда зачем вот это все? Это вот такое бурное, спазматическое выделение, как сказать, чувств, скажем так, чувств, вот, и в мозг. Они выделяются туда и распирают. И надо что-то делать. И особенно заводят, что ничего сделать нельзя. Вот чем дело. Потому что, ну, представим себе простую вещь. Ну, там, коммерчески, конечно, это обидно, но плюнул дуров и забыл о существовании, значит, российского сегмента, да? Значит, вот, он уйдет победителем. А здесь это место займут, но это место не займут специалисты ФСБ, да? Они разделятся между другими мессенджерами, значит, тоже западными. А новый все более, то есть, теперь шифровка является начальным условием. То есть, просто нет нешифрованных мессенджеров. Это просто недостаток продукта. И вот не выведешь на рынок. Поэтому... Есть просто кто-то, кто готов делиться ключами? Как, не знаю, вот этот там-там, с которым я пока не знакома. Значит, там, дуров тоже мог бы сделать символическую операцию, да, поднести ключ, значит, от телеграма. Это было бы издевательство. Большой, литвой ключ от телеграма. Значит, что делают на самом деле те, кто делятся? Они толкают фуфу, скажем прямо, да? Они дают вот те самые ключи, которые не имеют, в общем, реального смысла никакого, ну, шифрования вот это, в той фазе, где ведется телеграма, оно имеет, так сказать, стахастическую природу. То есть, это нельзя просто передать в чистом виде. Но другие просто делают то же самое, но этого не говорят. Это армейский принцип, значит, отдай честь, скажи, есть, пойди и сделай по-своему. Вот, то есть, это какое-то некое такое символическое действие, когда они приходят там поклонно. Да, да, ну, а дуров принял другую, на самом деле, и коммерческую, и другую стратегию. Он просто накачивает бренд за счет этого конфликта, потому что он мыслит стратегически, а эти люди нет. Давайте о судьбах москвичей поговорим. Сергей Собянин заявил сюрприз, что он будет баллотироваться на пост мэра Москвы. Интересно, как он сделал, да, в парке Горького, там, слеты волонтеров, активный гражданин и, вот, там, масса молодежи. Он, вот, что? Я почти присутствовал при этом. Два дня назад я сидел в кафе Зю, и мимо меня шел Собянин. Сергей Семенович шел медленно, потому что непрерывно целовался. Если бы я хотел, я мог бы тоже выйти и поцеловаться с ним. Вот, он целовался, правда, в основном со старушками, а не со старичками. Все-таки поддерживая, значит, какое-то реноме. Но, действительно, было огромное количество желающих целоваться. Он шел очень неторопливо, прошел до Пушкинской, а потом пошел обратно опять так же неторопливо. Охраны почти не было видно. То есть, я сразу понял, что вот передо мной будущий мэр Москвы. Настоящий, впрочем, тоже. Он целовался вдумчиво. Вот, я просто смотрел. Он так, он смотрел внимательно на старушку, потом брал ее под локоть одной рукой и целовал в висок. Вот, старушка хотела большего, но обычно они ниже были. Его сильно не могли дотянуться. Это было прекрасно. Я думаю, что он имеет все основания выдвигаться мэра Москвы. И за него я просто видел процент. Можно было даже провести такой блиц-опрос, что ли. Готовы за него голосовать. Потому, что те, кто готовы целоваться, явно голосовать тоже готовы. Хорошо. А что будет главное... А вот я не видел, чтобы лидеры оппозиции вышли, как честные люди, на Тверскую и целовались бы с блондинками. Ну, подождите. Вот, а что... А чего же они в таком случае хотят? Интересно. Это не серьезный подход к предвыборной кампании. Собянин действует, как обычный, я бы сказал, даже американский кандидат. Вот, он выглядел абсолютно американски, американизированно. Так, подождите, это же наши враги. Достойно. Ну, старушки, видимо, реагируют на образ, а не на его происхождение. Ну, а наши либеральные кандидаты, они должны будут как-то на те, кого выпустят, в конце концов, на свободу. Ну, там, Навального, допустим, они должны, Гудков, например, Гудков бы очень хорошо смотрелся на Тверской, идущим и целующим всех. Ну, может быть, еще пойдут? Кого попало. Ждемся. Ждемся. А скажите, а выбор вообще будет? Нет. А что тогда ждем? А мы не для того устроили это общество вот так, как оно устроено. Мы наслаждаемся вот этой двусмысленностью, постоянной опять этой проклятой неопределенностью. Вот, оно то ли авторитарное, то ли иногда даже кажется тираническое, а иногда роскошное солнце и прекрасно, современно и сплошный хайп. Я не думаю, что мы хотим выбора. Если бы мы хотели выбора, мы бы организовали его. Но есть несколько человек, которым нужен выбор. Вот они где-то там у себя колготятся. А другие же им никак не помогают. А остальные, вот эти уже несколько человек, несколько, тут уже 10 больше, наверное, человек, которых, можно сказать, назвать кандидатами в кандидаты, пока что, они как бы тут просто статистами? Ну, уж не чуть-чуть просто. Это ведь вопрос... Ну, кто-то из них реально за власть борется? Вопрос гонорара. Это не просто совсем. Некоторые борются, наверное, за власть. Нет, за власть нет. За власть не борется никто-то. Потому что это же узнаваемо. Когда человек борется за власть, у него появляется страстность. Вот тогда он действительно начинает целовать блондинок на улице. А если он не борется, он говорит, что ему нужна власть, что он хочет что-то сделать, но люди реагируют не на слова, они реагируют на реальность. А властность они видят Сергея Семеновича Собянина. Хорошо, властность, но у него и ресурс есть все до этого, а остальные неизвестно, выйдут ли, дадут, дадут ли. Знаете, но это вообще нехватка ресурсов, скажу вам, очень сильно заводит. Если ты хочешь, но чего-то не хватает, то ты тут добьешься. Потому что, скажем, в те времена уже далекие, почти легендарные, когда Кремль был в слабом положении в 93-е годы, ему не хватало все время всего, включая финансовых ресурсов. Ну, я уже не говорю про репутационную. Он боролся тогда, боролся всерьез. Он хотел власти и, в конце концов, ее получил. То есть, главный совет всем вот этому списку пока, что, наверное, еще не полному, это бороться за власть. Все, у нас истекло время. Это было особое мнение Глеба Павловского, Марина Максимова. Всем до свидания.